Северный район Они воспитывают пятерых замечательных детей, активно участвуют в жизни района и являются примером укрепления лучших семейных традиций Кубани. В рамках заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности обсудили подготовку к предстоящим массовым новогодним мероприятиям. Главам поселений и руководителям учреждений, где будут проводиться праздники и детские елки, рекомендовали заранее проверить надежность противопожарной защиты помещений. Эвакуационные выходы огнетушители обратили внимание и на правила установки и украшения праздничных елей. Должна устанавливаться на устойчивой основе поставки с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков. Оформление иллюминации елки должно производиться только опытным электриком. Будем надеяться, что предстоящие праздники с учетом выполнения всех правил пожарной безопасности не омрачатся звонками на номер 112. Кстати, новогоднюю ночь Северский район встретит без традиционного большого фейерверка. О мерах поддержки предпринимателей в 2022 году и о планах на предстоящий год рассказала начальник управления по развитию малого бизнеса и потребительской сферы Ольга Журавель. В первую очередь напомню о нашем муниципальном центре поддержки предпринимательства Северского района. Не первый год центр оказывает различные консультационные услуги финансового, кадрового и правового характера. Многие предприниматели района знают о существовании центра и активно обращаются за помощью. В этом году более 300 представителей бизнеса, в том числе самозанятые граждане, получили консультационную поддержку. А 60 бизнесменов смогли пройти обучение и повысить свои знания по актуальным темам. Кроме того, в районе действует особая мера поддержки производителей под названием «муниципальная преференция». Она дает право на размещение нестационарных торговых объектов без торгов на безвозмездной основе. В таких точках производители реализуют свой товар. Все ныне действующие меры поддержки малого и среднего бизнеса будут работать и в будущем 2023 году.